Береговая охрана Швеции заявила, что обнаружила четвертую необъяснимую утечку газа в подводных трубопроводах Nord Stream, соединяющую Россию с Европой. Когда газ поднялся на поверхность между Брюсселя, Москвой и Вашингтоном разразились обвинения в саботаже. Европейский Союз расследует причины утечек газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 по дну Балтийского моря и заявил, что подозревает саботаж, на который пообещал твердый и сплоченный ответ. Но не сказано, кто виноват. Генеральный директор НАТО Йенс Сталберг из Брюсселя предупредил, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым решительным ответом. А представитель ЕС провел прямую связь между утечками из Северного потока и российским вторжением в Украину, объявив возможным саботажем трубопроводов, так и коренным образом меняет природу конфликта, как мы его видели до сих пор. Непонятно, почему какая-либо страна, поставляющая или потребляющая энергию, может попытаться саботировать ключевую энергетическую инфраструктуру. Я бы сомневался, что это будет какое-то либо европейское государство. Зачем это делать любому европейскому государству? И опять же, я сомневаюсь, что это могут быть США. Логический элемент указывает на Россию. Терри Бро, европейский эксперт по газу из Парижского университета Science Po, сказал, что далеко не факт, что Россия попытается саботировать свою собственную многомиллиардную энергетическую инфраструктуру. Но он сказал, что из всех возможных преступников президент России Владимир Путин может быть наиболее вероятным в рамках более широкой кампании Кремля, направленной на то, чтобы подчеркнуть хрупкость энергоснабжения Европы. Владимир Путин фактически ведет две войны. Одну войну против Украины, которую он может проиграть, а другую, которую он уже давно начал, против ЕС. Он использует для этого массу инструментов, дезинформацию, использование газа в качестве оружия и шантажа. Россия и европейские партнеры потратили миллиарды на строительство труппопроводов, которые управляет российская энергетическая компания «Газпром». Москва, проводящая собственное расследование, заявила, что подозревает то, что она назвала государственным терроризмом, официальный представитель Российского министерства иностранных дел в четверг заявил, что Вашингтон больше всего выиграл от поврежденных труппопроводов. Кремль также назвал глупостью обвинения в ответственности России. Москва приостановила поставки по Северному потоку-1, заявив, что западные санкции препятствуют работе. Северный поток-2 еще не начал коммерческую эксплуатацию. Хотя ни один из них не использовался во время утечки, оба все еще содержали большие объемы газа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова